о Радмир Андроид, о Радмир КРМП, и вот то ли рубрика, то ли вот что-то наподобие, то может быть, лубрикант какой-нибудь, может, ещё что-нибудь. Сейчас, вот прямо тут, вот прямо в это воскресенье, я выпускаю вот следующий видеоролик, в котором я вам всё это рассказываю. Я немного так, знаете, но есть и другая сторона всей этой медали, потому что я действительно сегодня порассуждаю насчёт вот всего этого Радмира КРМП и вот всё прочее 7 ноября, потому что вот про... Ну, нельзя такое нельзя. Скриншоты, и это плохо. Я вам могу сказать, что когда человек скидывает все эти скриншоты, говорит, что вот, у нас скоро всё будет, новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Под новыми роликами часто задают вопросы, мол, слушай, а чё там у Радмир Мобайл, у Радмир КРМП? И вот в случае, когда я начинаю ролик с этих слов, говорят, что, мол, вот, меня часто спрашивают и так далее, чаще всего, конечно же, GTA-ютубер, GTA-самп-ютубер, да и вообще в целом ютубер, он немного приукрашивает, потому что, допустим, спросил это всё один человек, а он так сказал, мол, вы знаете, я настолько авторитетен, настолько неподкупен. У меня даже есть, знаете ли, Титан Вип на Аризона РП, что у меня спрашивают, мол, вот такие вот все вещи, но на самом деле, либо человека вообще не спрашивают, либо спрашивают, ну там, знаете, один-два человека, то есть какая-то незначительная часть людей, которую можно было бы и проигнорировать в случае чего. Но тут, к сожалению, человек, по всей видимости, так не может сделать. И поэтому, говорит, мол, меня вот часто спрашивают, но в данном случае, вот про Радмир РП Мобайл КРМП, меня очень часто спрашивают, мол, слушай, ну вот что там, ну расскажи, что там. И я часто на всё это отвечаю, мол, да вы знаете, а никаких новостей-то о Радмир Мобайл, о Радмир Андроид, о Радмир КРМП и вот обо всём вот этом вот прочем их просто нету. О чём я могу вам тут рассказать? Ну меня просят, меня просят, и я типа, ну я ж не могу каждый раз отвечать, мол, ты знаешь, вот выйдет у них какая-нибудь новость, выйдет у них там какой-нибудь бага фикс, запустится открытое бета-тестирование или что-то наподобие того. И я, разумеется, об этом сразу же расскажу, вот как только я всё это увижу, поэтому ставь колокольчик и всё будет нормально. Но я вспомнил, что у меня на канале есть такая, знаете ли, то ли рубрика, то ли вот что-то наподобие, то может быть лубрикант какой-нибудь, может ещё что-нибудь, где я, мол, рассуждаю о том, а какое будущее, допустим, будет там, о Резона Мобайл или какое будущее будет там у других каких-нибудь проектов в GTA Sampi. И это вроде как пользовалось такой, знаете ли, популярностью, потому что, ну, людям было интересно, а куда же они вкладывают вот эти вот все свои деньги и вот куда вот они все в самом деле смогут пойти, вообще стоит ли донатить, не стоит ли донатить, да и много вот всего из этого вытекающего, разумеется. И тут, сейчас, вот прямо тут, вот прямо в это воскресенье я выпускаю вот следующий видеоролик, в котором я вам всё это рассказываю. Я немного, так, знаете, пофантазирую насчёт Радемир Аризона Мобайл, КРМП, GTA Sampi, Android, скачать бесплатно, без СМС регистрации. Это, я, знаете, такие войс-теги, говорю, чтобы вначале куда-нибудь вставить, а потом я, типа, такое не вставляю, и вы смотрите, и, блядь, что? Зачем ты вообще, ты чё, дебил, блядь? Ты специально тянешь время вот до этих вот 10 минут, или там сколько сейчас, 8 минут надо дотянуть, чтобы вставить побольше рекламы? Да. Но есть и другая сторона всей этой медали, потому что я действительно сегодня порассуждаю насчёт вот всего этого Радмира КРМП и вот всё прочее. Дело в том, вот что Евгений Ковалевский, вообще создатель всего этого Радмира РП Геймс и РП Андроид на сервера самповские и КРМПшные, он уже достаточно давно анонсирует то, что вот, у нас скоро будет Радмир Мобайл, у нас скоро будет Радмир Мобайл GTA Samp Android КРМП, и то, что мы скоро выпустим, он постоянно скидывает какие-то вот эти вот, знаете, все скриншоты, и это плохо. Я вам могу сказать, что когда человек скидывает все эти скриншоты, говорит, что вот, у нас скоро всё будет, это значит, что либо всё уже готово, либо значит, что нихуя ещё не готово, потому что, ну вот это примерно вот так вот происходит по моему личному опыту. Когда я говорю, что сам по обзору выйдет 1 сентября, это значит, что выйдет он, блядь, 7 ноября, потому что вот, ну нельзя такое, нельзя заранее что-то анонсировать, потому что по итогу ты проебёшься вообще во всех дедлайнах, которые вот у тебя будут, это лично у меня, но как показывает практика, это у всех, это абсолютно точно у всех людей. И именно поэтому сейчас вот каких-то таких, знаете, особых новостей по Радмир Мобайл, Радмир КРМП, вот по всем вот этим вот прочим фронтам, их нету, потому что, ну видимо, Ковалевский, он так, знаете, ушёл куда-то в другую стызю, потому что у него же там много всяких вот этих вот его серверов, там и самповские сервера, там вот и КРМПшные серверы, да и много всего у него, в общем-то, там есть. Поэтому, ну, велика вероятность того, что он просто мог уйти куда-то вот в другой сервер, пока что ненадолго, пока разрабатывается его вот этот вот мобильный порт Радмир РП на Android, КРМП и всё прочее. Однако, вот это хорошо. То есть, если кто-то думает, что если разработка отложилась, это значит, что всё уже никогда она не выйдет, что вот всё, ничего уже больше не будет, возможно, оно и так. Есть какая-то доля вероятности, что ничего не будет. Но я думаю, что Евгений Ковалевский, он не тупой, и понимает, что мобильный рыночек, он большой, и за мобильным рыночком будущее. Если сейчас не занять какую-то такую, знаете, или даже минимальную нишу, не начать вот это вот всё захватывать постепенно, то разрастутся проекты, появятся новые проекты, появятся стартапы, которые там, возможно, как-то опередят, которые, возможно, как-то скопируют мод того же самого Радмира РП, вот КРМП, откроются и потом будут вносить какие-то изменения, дополнения и всё прочее, как, допустим, было в ситуации с САМПРП и Вольф Роли Плей, когда САМПРП, что-то там, знаете ли, ушли немного в какой-то отпуск, в отдых, ничего особо с проектом, с сервером, со всеми вот этими прочими делами не делали, и, в общем-то, вырос конкурент. Вот так вот оно всё получилось. И тут, ну, может быть, аналогичная ситуация, разумеется, это маловероятно, тем не менее, она может быть. А ещё, то есть, если вот разработка пока что как-то отложена, или она ведётся, просто никаких таких, знаете, скриншотов больше не публикуется, это значит, что мы по итогу на выходе получим не сырой продукт, то, что его отточат, его сделают хорошо. Разумеется, это не отменяет того, что могут быть какие-нибудь форс-мажорные ситуации, в которых, ну, которым никто не может быть подготовлен. И Евгений Ковалевский в данном случае это абсолютно точно не исключение. Поэтому, ну, ждать чего-то особо хорошего от запуска Родмир РП КРМП, тем более, если он запустится в этом квартале, то, типа, ну, такое себе, разумеется. Потому что, ну, всё будет сыром. Вот я могу вам это пообещать. Потому что ещё недавно Ковалевский говорил, что нет, мы так, знаете, на вот этот вот весь мобильный рыночек не хотим. А сейчас он уже всем этим начал активно заниматься. Это говорит о том, что очень сырой проект будет, если он выйдет, по крайней мере, сейчас. Если он выйдет попозже, то, ну, можно будет ещё как-то более-менее за всё это, ну, попробовать на всём этом поиграть. Однако, ладно. Я надеюсь, что данный видеоролик вам понравился, либо то, что данный видеоролик вам не понравился. Ставьте лайк, либо ставьте дизлайк, а также геймплей данного видеоролика я снимал на проекте Arizona RoleplayFenix. IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика. А там же, кстати, находится мой промокод nootoxic54. И там же, кстати, есть ссылочка на мой телеграм-канал, куда вы можете зайти, где вы можете, там, знаете, смотреть многие посты, отвечать на многие посты, даже их, возможно, лайкать, узнавать о новых видеороликах, возможно, даже о самом первом. Я не знаю, как у вас всё это получится, но если у вас всё это получится, то будет, разумеется, очень даже хорошо. Поэтому благодарю всех за просмотры, хотя за что, непонятно. Новый ролик выйдет завтра, жду вас тут же, завтра в 20.00, либо немного попозже, либо, возможно, немного пораньше. Ставьте колокольчик, ставьте будильник, напоминание, возможно, и всё у вас будет замечательно. По крайней мере, я на всё это надеюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok